Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сегодня исламисты представлены очень широким спектром самых разных организаций от турецкой партии справедливости и развития до боснийских исламистов до малазийских и там уже до самых крайних проявлений которые вот обычно мы видим и которые нам чаще всего и показывают на которых делают вот упор средств массовой информации и многие политические деятели эксперты. А при этом даже например братья мусульмане мы видим как сегодня они очень активно борются с джихадистами в Египте, в Тунисе. Для России это очень опасно именно в том смысле что это ведет не только к конфликту и прямо противоречит нашим национальным интересам в плане продвижения на Ближнем Востоке сегодня странах арабской весной, но и внутри страны. Потому что это порождает массу конфликтов с нашим внутренним исламским миром с 20 миллионным мусульманским населением. Нам постоянно навязывают идеи что проблема миграции прямо увязана вот она с исламским вопросом в России политизирует проблему строительства мечетей, деятельности религиозных организаций и так далее. Доходит до того что вот так скажем исламизирует и проблему федерализма национальных республик, межнациональных отношений. То есть налицо задача чтобы свести весь этот спектр сложного этого сложного явления только лишь к проблеме радикализма, экстремизма, гиперболизировать вот эту проблему. Конечно проблема существует, но требуется огромная работа в плане социально-экономическом, политическое, общественное. Есть большая проблема в общественно-религиозном пространстве, наши религиозные и мусульманские институты не всегда адекватны этим вызовам. Должна быть какая-то выстроена очень серьезная инфраструктура, система, канализация вот этой молодежной энергии в какое-то конструктивное русло. Но не все отдавать на откуп силовиков и сводить проблему исключительно только лишь к так называемому радикальному исламизму, во-первых это не соответствует интересам России, это неправильно с точки зрения научной и это безусловно не в интересах ни мусульман, ни всего российского общества. Продолжение следует...